Ну и вот смотрите дальше. Шасси, шасси, самосвал, шасси. Куча одиночек стоит. Но сейчас я постараюсь все это пройти. Привет подписчики, привет новые зрители. Добро пожаловать в новый обзор грузовой техники в Европе. Сегодня я приехал просто на огромнейшую площадку. Здесь в наличии, ну по моим подсчетам, примерно от 500 до 700 машин. Разных абсолютно машин. И спецтехника, и тягачи. Короче, чего тут только нет. Дальше сейчас все покажу. Но все, конечно же, пройти не получится. Буду сюда приезжать, наверное, теперь периодически и снимать вам то, что есть на продаже. Самые какие-то интересные моменты, самые интересные автомобили, которые большинство из вас спрашивают. Перед тем, как вы посмотрите это видео, я хочу вам напомнить, чтобы вы обязательно подписались на мой канал. Я здесь показываю и рассказываю все про автомобильный рынок в Европе. В том числе легковые автомобили, грузовики, мототехнику, водная техника и прочее, прочее, прочее. Не забывайте подписаться, не забывайте нажать на колокольчик, чтобы к вам приходили уведомления о моих новых видео. Также не забывайте поставить лайк и пишите комментарии, что вы думаете об увиденном в этом видео и в любом другом на моем канале. Сейчас мы с вами посмотрим, что тут есть интересного. Короче, техники просто море. Какие-то животновозы, и бетононасосы, и самосвалы, и, короче, что тут только нет. И различные бочки, как пищевые, так и для нефтепродуктов. Короче, глаза разбегаются, техника прикольная, вся в хорошем состоянии, плюс-минус. Ну, если она такая, там, адекватного года. Вот, значит, план какой? Буду идти показывать автомобиль, и на экране, внизу, буду писать пробег, год выпуска и стоимость. Потому что на этих автомобилях нету ценников. Ценники все нужно запрашивать. То есть они работают как бы B2B, то есть с партнерами. Вот, я с ними тут договорился, показал им свой YouTube-канал. Они сказали, все очень круто, хорошо, давайте работать. И по запросу те машины, которые я выберу, которые я сегодня покажу, они предоставят цены. Цены будут партнерские, то есть мы покупаем много машин, и, соответственно, цены для меня они делают интересные. Но это не только эти и другие. У меня есть партнеры в разных странах, в Германии, в Прибалтике. Вот, поэтому ценник будем делать максимально хороший. Значит, для вновь прибывших, кто не подписан на мой канал и ни разу не видел мои видео, рассказываю, что есть варианты разные. В разные страны можно отправлять технику. Правда, каждый день все меняется. Правительство разных стран в связи с ситуацией постоянно придумывает какие-то новые приколы. И приходится своевременно под эти приколы подстраиваться. Но все решаемо. Машины покупаются, машины перегоняются, машины едут. И люди получают, соответственно, машины, которые они заказывают. Есть разные схемы, так скажем. То есть, кто-то покупает до трех лет под растаможку. Кто-то покупает до пяти лет. В каких-то странах можно покупать до семи лет. Ну, если вы находитесь в Европе, то тут, в принципе, особых ограничений нет. В любую страну Евросоюза можно купить, вот вообще, любой грузовик. Соответственно, без каких-либо сложностей. Ну, кое-где есть растаможка в Евросоюзе дополнительная. А в основном, во всех странах, просто купил, заплатил за первичную регистрацию и пользуюсь техникой. Вот такие вот новости. Ну, и давайте сейчас начнем, наверное, с тягачей. Хотя, кстати, тягачей тут не так и много. В основном тут какие-то вот всякие шасси, мусорки. Есть вот такие вот бокс-траки Volvo FM. Короче, тут просто глаза разбегаются. Не забывайте ставить лайки. Надеюсь, вам мой контент нравится. Нравится. Надо было, на самом деле, взять дрон. И в следующий раз, когда приеду, возьму дрон и сверху покажу, какого размера эта площадка. Просто за горизонт уходит. Вон туда, за деревья. Стоков здесь вот всякого разного интересного. И в ту сторону тоже практически за горизонт уходит. И тут, кстати, помимо грузовых автомобилей, у этих же ребят еще вон там целая площадка с легковыми машинами. Но это уже в другом видео. Для тех, кто интересуется легковыми машинами. Сегодня у нас грузовики. Вот такие вот всякие разные варианты. Достаточно все очень в хорошем внешнем виде. Вот такие вот есть варианты. Ладно, давайте по порядку. Первый вариант, который меня заинтересовал, это вот такой Volvo FH 500 сил. Это низкая кабина, как вы видите. И это машина под самосвал. Под самосвалом она и, собственно говоря, и ходила. Вот. На экране сейчас видите цену, видите год и видите пробег. Состояние я сейчас покажу. В общем, резина 315, 80, 22,5. Резина передняя, ну, скорее всего, уже под замену. Вот так вот это все выглядит внутри под кабиной. Здесь у нас гидравлика стоит. Рама в целом в неплохом состоянии. Машину только нужно, конечно, помыть чуть-чуть получше, чем она помыта. И будет она смотреться хорошо. Но с другой стороны, самосвальный тягач это самосвальный тягач. Для тех, кто понимает, что это такое и как она эксплуатируется. Но при всем при этом, внешний вид у него сохранился неплохо. Идем дальше. Рядом стоит вот такой вот вариант. Это Scania. Но это не тягач. Это у нас шасси. Сейчас покажу поподробнее. Подвеска вся на подушках. Это у нас 6х2 колесная формула. Задний мост подвесной. Он же лентяй. И сзади вот есть такая гидроплита, так называемая. Сюда можно поставить, ну, много чего можно поставить. Цену год выпуска пробег видите на экране. Состояние, надеюсь, тоже видите на экране. Рама вот в таком вот виде. Конечно, машина поездила. Но я спрашивал, соответственно, у представителей компании. Вся техника в технически хорошем, либо отличном состоянии. То есть они меняют здесь все, что надо. Они проверяют, делают там ТОшки. Вот, то есть у них машина завел, прогрел и поехал. 385, 55, 22,5 резина спереди. И 315, 70, 22,5 сзади. Да, конечно, вид у нее не блестящий. Тут он даже. Скотч присутствует на заднем фонаре. На обоих задних фонарях. Но, тем не менее, техника работоспособная. Резина разная стоит, кстати говоря. Здесь вот такая вот. А там вот такая вот. Ну и ценник я, в принципе, считаю у нее вполне себе адекватный. Дальше. Тут вот есть пару тягачей. Еще один тягач Рено. Вот это вот очень интересная тачка. Смотрите. Это получается у нас 10 на 4. Колесная формула. Это мега-супер-редкий вариант. Это очень длинный... Как это называется правильно? Кран, наверное, больше. Это даже не манипулятор, это больше кран. Он выкидывает стрелу. Я сейчас напишу на экране, на сколько метров. Не помню. Ну и, естественно, вот цена, пробег и год выпуска. Видите на экране. Состояние. Точно так же можно посмотреть, что кабина абсолютно живая. Без каких-либо повреждений, ржавчины и так далее. Резина... Да, тут, конечно, на ней резину поменять по кругу, это прям... Можно разориться. Резина отличная. На всех осях. Рисунок одинаковый. Ну, вот такая платформа. Сканя. Очень редкий аппарат. Так, давайте покажу вот эти пару тягачей. Но это такие, не дорогие. И год выпуска уже у них не совсем свежий. Рено Т. Цена пробега, год выпуска на экране. Состояние, видите сами. Вполне себе рабочий вариант. И этот тягач точно так же ходил под самосвалом. У него стоит гидравлика. Вот в таком это все виде. Вот так это вот все продается здесь, на этой площадке. Рама абсолютно целая. Без трещин, без каких-либо заплаток, без ремонтов. Ну, низкая кабина, само собой. Потому что это самосвал. Ну, вот с этой стороны есть какие-то... Такие вот маленькие дефекты. Ну, на грузовике, тем более на такого класса, это вообще не имеет значения. Вольво FMX Тоже под гидравликой ездил тягач. Номер рамы читается отлично. Никаких потеков. Снизу все сухо, все хорошо. А, нет, этот не под гидравликой. Этот просто. Этот обычный. Да, кстати, тут много самосвалов. Не знаю, сколько их тут. Ну, штук, наверное, 50 точно есть. Вот такой вот Volvo FMX 450 лошадей. Давайте вам вот эти две. Scania и Volvo. Покажу. Рама даже еще блестит. Смотрите, в каком состоянии. Бак. На 500 литров. Один. Короткая база. Так это все выглядит. Р-490. Год выпуска. Пробег. И стоимость. Видите на экране. Да, Scania, кстати, вот прям тоже неплохая. Еще один Volvo FMX. 460 лошадей. Тут уже высокая кабина. Уже комплектация поинтереснее. Так же год выпуска пробег. Стоимость. Видите на экране. Машина такая прям рабочая. Нечищенная, неготовленная, немытая. Тоже гидравлика стоит. Скорее всего. Ну, не скорее всего, а точно под самосвалом тоже ходил. Есть вот такие вот всякие штуки. Резина сзади под замену. Ну, все остальное нужно проверять. Подключать комп. Смотреть по ошибкам. Как работает топливная. Как работают все остальные системы. Самосвал на базе Volvo. В таком вот у меня в виде все. Внизу. Рама. Резина. Кстати, Bridgestone стоит. 315, 80 на 20, 20, 20, 20. Вот на этой оси хорошие. Хороший рисунок. Здесь уже вот внешнее колесо такое. Чуть-чуть уже подустало. И есть ржавчина. Это Volvo FM. Стоимость, пробег, цена на экране. И это машина Евро-5. И вот здесь вот чуть-чуть кабина повреждена. Но это мелочи. Рядом стоит шасси Volvo, шасси Mercedes Actros. И тут вот целый-целый ряд дальше. Придется мне на этой площадке, наверное, пожить 2-3 дня. Volvo FM 420. 6х2. Задний подъемный мост. Тут у нас все красиво. 385, 65, 22,5. Вот такие вот колеса у нее. Колеса лысые под замену. Но состояние рамы хорошее. Тут техника со всей Европы. И с Франции. И вот этот вот самосвал из Бельгии. И из Нидерландов. И из Дании. Откуда только нет. В общем, идем дальше. Давайте посмотрим Actros. Actros вообще красивый. Такой зеленый. Рама чуть-чуть уже начала ржаветь. Но не трухлявая. Ничего страшного. Так, это у нас тоже получается 6х2. Да, 6х2. Подъемный мост. Это Евро-6. Модель 2543. Стоимость. Год пробег на экране. Состояние прям вообще супер. Хороший вариант. Так, здесь у нас вот такой Рено. Это бочка. Рено у нас походу 4х4. Полный привод. На экране... Ой, на лобовом даже наклейка есть. Год пробег цена на экране. Давайте подойдем поближе, посмотрим. Резина еще более-менее. Внутри все хорошо. Все сухо. Так. Бочка эта, скорее всего... Не знаю, мне кажется, что это пищевая бочка. Французские номера. Вообще классная машина. Состояние бомба. Хорошая площадка. Мне нравится здесь. Прям машины все такие подобранные. Как на подбор. Дальше, смотрите. Вот такая вот Вольво. С такой вот блестящей площадкой. Это... Я даже не знаю, для чего она используется. Но это, видимо, какой-то эвакуатор. Может, для какой-то техники. Сельскохозяйственной. Или просто для машин больших. Там же есть у него кран. Манипулятор. Это 6 на 2. Задняя резина уже под замену. Здесь резина вообще отличная. 315 на 70. И площадка. Такое ощущение, как будто она вообще новая. Как будто на ней никто ни разу не ездил. Манипулятор. Палфингер. Модель у него... Не вижу ее отсюда. 370 лошадей. Цена. Год. Пробег. На экране, как обычно. Вольво FM. Да, в хорошем состоянии. Площадка, мне кажется, новая. Вообще недавно поставленная. Идем дальше. Вот такой самосвал на базе Scania P280. Стоимость, пробег, цена. Видите на экране. Тут, кстати, на некоторых машинах есть таблички с информацией. Но вот здесь, допустим, видно, что это 2012 год. 533 тысячи пробега. Евро 5. А, и вот цена у нее 75 500 евро. Вот такой вот аппарат. Это тоже с манипулятором. И это самосвал. Ну, тут, конечно, внизу рама я вижу, что вкрасилась. Готовилась. Резина отличная. А, и кузов у нее вообще новый. Вот, но ценник вот такой. Потому что манипулятор, потому что самосвал, и потому что Scania. Идем дальше. Вот такой тоже шасси 4х2. Тут, кстати, тоже есть информация. Сейчас вам покажу. И машина низко стоит, удобно подойти посмотреть. Значит, смотрите, получается Scania P280. 2010 год. 4х2, я уже сказал. Пробег 793. Евро 5. Цена 36 тысяч евро. Визуально состояние очень хорошее. Напишите в комментариях, как вам такой транспорт и такие цены. Значит, Renault T. Это у нас T380. Одиночка, так называемая. Стоимость, пробег, год на экране. Хотя там есть табличка. Но мне до нее, наверное, будет не достать. Давайте посмотрим сбоку, что она из себя представляет. Вот так вот под кабиной легкий налет ржавчины присутствует. Трубки тоже тут есть такие с ржавчиной уже. Колеса. Резина. Ну, еще походит. Такой вот бортовой он. Сзади гидро плита. Вот это. Тоже французские номера. Ну, в общем, вот в таком вот виде все это стоит здесь. Так, это у нас что? Это у нас тоже это, наверное, 7-7 тонник. На базе Volvo Volvo FL Цена год пробег на экране 210 лошадей. Выглядит машина неплохо. Тут, правда, вот эти вот декоративные борта подмяты. Но тент вообще в идеальном состоянии. Я думаю, что тент недавно меняли. Потому что он просто вот как новый. Все вот эти замочки. Да, тент новый у него стоит. Резина отличная. Техника такая живая. Ну и вот смотрите дальше. Шасси, шасси, самосвал, шасси. Куча одиночек стоит. Но сейчас я постараюсь все это пройти. Не хочется растягивать ролик на 2 часа. Но я говорю, придется сюда теперь часто приезжать. Если будет много лайков, то буду часто приезжать. Scania R500. Ой, точнее, G500. G500. Шасси, как я уже и говорил. Тут есть информация. А, нет. Тут нет информации. Тут написано, что поменяно масло, фильтры, сделана вся инспекция. Короче, все-все-все сделано. Но цена пробег год выпуска на экране. Подмята кабина сверху. Видите, да? Вон там. Но так все равно она более-менее. Ну, здесь вот тоже есть такой вот моментик. Здесь тоже рама отличная, рама не крашеная, рама не ржавая. Это тоже 6 на 2 получается. Все вот в таком здесь состоянии. сзади кабина целая. Резина тоже ничего. Наверное, не буду я больше тратить времени там на резину и на прочее. Просто вот так вот общий обзор, что продается. цена пробег год выпуска. Если кого-то интересует какая-то определенная машина, пишите на телефон, звоните. Я вам буду давать максимально подробную информацию. Вольво FM 330, евро 6. вот такое вот шасси. Дальше самосвал. FMX 410 лошадей. Вот с таким кузовом. Цена пробег год выпуска на экране. Ну, внешне, кстати, живой. Внешне живой. Блин, это я прошел еще, наверное, процента процентов 5 от всей площадки. Вот реально. А у меня уже тут на 40 минут наснято. Еще один Вольво. 420 тоже. Вот такое вот шасси. Это у нас получается 8 на 8,8. Это все мосты у нее ведущие, что ли? А, нет. это, короче, 8 на 4 и задний подвесной мост. вот такой вот аппарат. Цена пробег год выпуска. Еще Вольво. Короче, много Вольво. Вот такой вот вариант. Тоже 6 на 2 Вольво FM. Табличка у нее, кстати, есть. Сейчас покажу. 420 лошадей, 7 месяц 2014 года, 449 тысяч пробег и цена 58, ровно, 58 тысяч евро. вот сверху там нарисована. Это одиночка. Очень много мне пишите по поводу таких вот автомобилей. Резина сзади вообще смотрите какая на карьернике стоит. Тоже французская регистрация. Вот в таком это все виде. Еще одна бочка на базе Мана. Вот в таком это все виде. Да, это пищевая бочка. ТГС 18 320 Кстати, там тоже лежит информация листочек с ценой и с характеристиками. Сейчас давайте покажу. Цена 44 280 2008 год евро пробег неизвестен. Но я на экране допишу наверное. Узнаю пробег какой. Вот такой Ман с маленькой бочкой. Еще Вольво шасси 8 на 4 наверное это 410 лошадей. Так, это у нас да, на 4 колесная формула. цена пробег год на экране. и все это вот в таком состоянии. В общем, говорю, прошел вот буквально сколько я прошел, смотрите, вообще чуть-чуть, а уже видео оно снято больше чем на 40 минут. Вот. Такие вот дела. Идем дальше, смотрим и наслаждаемся, так сказать. Вольво вот такой вот термо термобокс, а может быть это не термобокс, нет, наверное, это не термобокс. Ну, это совсем старый, старенький 2007 год, Вольво FE 280 цена 38 750 короче. И пробег у него неизвестно. А, 828 тысяч. Седьмой год, 280 лошадей, 830 пробега и цена 38 750 грубо говоря. Рефрежератор Вольво FL 260 лошадей. Вот такой вот небольшой. Тут хорошо есть информация. Стоит он 43 тысячи евро, 260 лошадей, шестой месяц десятого года, 577 тысяч пробега. 14 тонн общая масса группа. Установка карьер 750 пятидесятая. Так, начинается дождик. Это у нас Рено C 380, это мусорка. Тоже год, пробег, цена на экране. Наверное, буду я сейчас закругляться, потому что идет, начинается дождь, и сегодня передавали какое-то там штормовое предупреждение. Вот, поэтому я обязательно еще сюда неоднократно приеду. давайте вам еще вот так общую панораму засниму все, что стоит. Вот в этом, только в этом ряду, а таких рядов раз, два, три, четыре, пять, шесть, короче, больше 15 рядов. Самосвал, самосвал, ну, есть вот и такие самосвалы, есть здоровые, здоровые такие карьерники огромные. Вольво это мусорка, есть и пожарные машины, и ничего тут только нет. Вот такое вот Рено есть, шасси, Scania шасси, Вольво FL, такой вот 240 сил, Вольво FMX, польская регистрация, есть кстати, и пожарные машины, и животновозы, и каневозы тут есть, и что тут только нет. В общем, дальше я уже не пойду. Всем спасибо, кто посмотрел это видео до конца. Надеюсь, вам нравится, надеюсь, вы ставите пальцы вверх, надеюсь, вы подписаны на мой канал, и у вас нажат колокольчик. Не забывайте это все сделать, вам будут приходить уведомления, вы будете вовремя смотреть интересные ролики о продаже разных автомобилей в Европе. Напоминаю, если вам нужно помочь найти, проверить, помочь оформить экспортные документы, перегнать автомобиль куда-либо, есть разные варианты, можно под документы сделать. То есть, если у вас есть машина, которая повреждена, и у вас остались от нее документы, можно пригнать под документы машину. Также могу проконсультировать по растаможке. Есть калькуляторы таможенные в разных странах, там ничего интересного, ничего нового нет. Забиваете параметры, и вам показывают, сколько будет стоить растаможить ту или иную машину. Вот. Все. На этом я это видео прекращаю, и увидимся с вами уже в следующем ролике. Я тут наснял уже много чего интересного про легковые машины, про грузовые и еще кое-что. Все. Всем спасибо. До новых встреч в новом видео.